ЖАРА НЬЮС Начнем этот выпуск с главной новости. Совсем скоро состоится грандиозная премия «Жара Медиа Эворд», и вы уже можете голосовать за своих любимчиков. Да-да, стартовало голосование, и оно продлится до 12 дня, 21 октября. Ну а мы готовы рассказать вам про одну из главных номинаций «Диджитал Певица». В прошлом году этой наградой удостоилась Люся Чеботина. Я вам честно скажу, у меня шок, потому что действительно это очень важная награда. Это главная награда в премии. Действительно, все мальчики хотят стать певцом года, все девочки хотят стать певицей года. И когда называют мое имя, я думала, что я просто от того, как я прыгала и как я топала, я проломлю просто вам пол в кругу. Помимо этого, Люся также удивила зрителей премии своим номером. Отказавшись от привычных каблуков, певица встала на пуанты во время исполнения песни «Абьюз». Ты хотела, девочка повзрослела, выросла с твоих качелей, не берет холодный душ. Да, я действительно балерина. Я вспоминаю то, что я делала 13 лет назад. Ровно половину жизни своей назад я ушла из балетной студии. И бросила я балет прямо перед дверьми певцомого зала за день до финального концерта в зале Чеку. Несмотря на то, что не было столько лет практики, многие помнят, и я как-то очень быстро вошла в этот раж. Это была твоя идея? Или все-таки режиссер так угадал? Нет, это было моей идеи. Ну а в этом году за звание самой-самой поборются. Инстасамка, Валя Карнавал, Юля Гаврилина, Мона, Аня Покров и Мэри Гу. Ох и не завидуем нашим зрителям. Выбрать одну единственную певицу среди таких крутых девчонок будет очень сложно. Представьте, вы идете по Патрикам и встречаете Эмина с корзиной яблок. Ваши действия. Вот и мы не смогли пройти мимо. Чего только не встретишь на Патриках. Вот даже именно разве с яблоками. Кого будем угощать? Ну конечно же, Жару. И всех прохожих. А угощали прохожих по особому случаю. Дело в том, что Эмин открыл новый ресторан на Патриках. И таким необычным способом решил встретить гостей. У меня не было ресторана на Бронной. Я давно искал помещение. И очень хотел присутствовать, поскольку вся моя ресторанная группа делает крутые проекты. И наконец мы нашли помещение. Очень небольшое, потому что на Бронной практически не осталось больших помещений. Концепция это итальянская, паназиатская, японская кухня. Сегодня мы ее попробуем. Одна из первых пришла попробовать Яна Рудковская. И кажется, новому заведению ставит хорошую оценку. Я прям с корабля на бал. Я только с самолета прилетела с Лажурного берега, с Антропе. Буквально там вчера пробовала французские улитки. И могу сказать, что качество совершенно не уступает, если не лучше. У Эмина по-другому быть и не может. Также поддержать новый проект друга пришли Стивен Сигал, Юлия Барановская, Брэндон Стоун и многие другие. К слову, оказывается, звезды те еще повара. Ну, почти. Раньше готовила много, сейчас просто, ну, наверное, жизнь меняется. Но вообще могу приготовить все, что угодно. Вот я единственное, что не делаю, вот я не готовлю. Все остальное могу и почитать, и убрать, и развесить, и погладить, и постирать могу. Обожаю готовить итальянскую кухню, потому что очень смотрю одного очень классного блогера. Очень люблю по его схеме и по его кулинарии готовить итальянские блюда. Он умеет готовить блюда за 15 минут. Я иногда смотрю блоги и за 15 минут пытаюсь приготовить все, что он говорит. Так, ну, звучит интересно. Может, и рецептик дадите? Тунец, смешанный с помидорным соком. Это все тушится прекрасно. Отдельно готовится ригатони. И потом лучок чуть-чуть обжаривается, чесночок немножечко. Я туда еще, кстати, киндзи добавляю, он не делал этого. И прям такое объедение. И все, за 15 минут можно классное блюдо приготовить. Кстати, о рецептах. Яна Александровна хоть и заявила, что не умеет готовить, но очень хочет научиться приготовить семейный курник. Наша семья, моя мама, она передает рецепт. От прабабушки к бабушке, от бабушки к маме, от мамы, видимо, ко мне. Это традиционный русский курник. Пирог с курицей и с картошкой. С тончайшим тестом научиться делать этот курник за один, два, пять раз невозможно. У нас повар, который готовит, она училась год, чтобы сделать примерно как мама. Соответственно, у меня еще есть небольшое количество времени. Я скоро должна по традиции научиться печь этот курник. Яна, мы в вас верим. У такой женщины, как вы, все получится. Только не забудьте нам кусочек оставить. Жара. Ньюс. О любви, кажется, спеты все песни. Но у Ирины Дубцовой и Натана совсем другое мнение. Предыдущий клип ребят на трек «Давай обнимемся» в последний раз набрал более 30 миллионов просмотров. Поэтому артисты решили не останавливаться в совместном творчестве и выпустили новый трек. Прошлые съемки у нас заняли около 17 часов, а сейчас у нас около 9-10 часов. Это мы надеемся. Да, мы надеемся, но я думаю, что мы управимся, потому что у нас есть опыт этой серии, любовной серии, которую мы уже отсняли. И сейчас у нас будет продолжение истории, которая, в принципе, уже имеет свой старт, но финиша пока нет. Никак не закончится. Финиша пока нет. Ой, ну все так гладко и сладко, подумаете вы, но нет. Отвратительно работается вместе, просто ужасно. Невозможно, если честно, невозможно. Все это время мы проводим в скандалах, и, если честно, песня так и записывалась в скандалах. И мы надеемся, что в третьей нашей части песни мы... Третья будет, нет? Давайте так, в третьей нашей части мы наконец-то помиримся, и у нас будет какая-то мирная волна. Так, выдыхаем. Ребята просто шутят. Шутят же, да? Натан, естественно, шутит. Конечно. Естественно, конечно. На самом деле, очень комфортный человек. Со мной снимается в клипе и участвует в дуэте. Максимально комфортный. Вот, поэтому... Ну, болтун. Ну, что? Ну, ненависть присутствует. Мне нравится, да. Как и полагается настоящим артистам, сценарий клипа, конечно же, в строгом секрете. На что только не пришлось пойти Натану и Ирине Дубцовой, чтобы снять этот невероятный клип. Помните, что для того, чтобы вы его увидели, мы мерзли, мокли, не ели, не пили тёплый чай, ездили на машинах, дрались. Мы ругались. Ругались. Да, ужасно. Мы написали, творили. Мы писали, творили. И всё для вас. Да. Жара. Ньюс. И пока Натан поёт с Ириной Дубцовой, его коллега по лейблу Клава Кока кажется спелой с исполнителем хита «Гламур» НК. Вы знаете. На днях певица в своём блоге намекала на фит с музыкантом. И, похоже, они уже начали снимать сниппет к новому треку. К слову, артистка сейчас активно работает на студии. И, возможно, нас ждёт новый альбом. Цитата. Сейчас в студии пишу музыку. В последнее время каждый день думаю об альбоме. Осеннем, лиричном. Ну, вы знаете мою душу. Так много песен накопилось, да и есть что ещё сказать. Много думаю, много переживаю, много сомневаюсь, написала исполнительница. Клав, ну, говорят, что хиты пишутся только в таком состоянии. Так что ждём новинки от тебя. Если у кого-то дуэты уже состоялись, то Лариса Александровна Долина мечтает спеть с Анной Асти. И кажется, дуэту быть. В своём новом интервью Долина заявила, что в следующем году у неё юбилейный концерт, которому фит уж точно должен появиться. О дуэте между артистками говорили ещё в 2022 году. Тогда Асти подтвердила, что речь о фите шла. Но пока неизвестно, когда будет релиз. Ну, говорили об этом. То есть, не знаю. Лариса Долина замечательнейшая, великолепная женщина. Когда мой папа был жив, она была самой любимой его артисткой. Естественно, она была и моей любимой артисткой, потому что всё, что любил папа, любила и я. Особенно на эстраде. И, конечно же, я безумно обожаю её. Её голос, её песни. И самое главное, она невероятная женщина как человек. Ну что же, остаётся дождаться этот трек. А то три года уже ждём. Жара. Ньюз. Филипп Киркоров и Слава больше не враги. Вот это новости. А поводом для примирения стало открытие караоке русского радио, где собрались любители попеть не только на сцене, но и в кругу самых близких. Лариса Долина, Любовь Успенская, Алсу, Натан, Ирина Дубцова и многие другие. Бегу по полю снежному, по счастью безградежному. Ну и какую же песню Слава могла выбрать для примирения с королём нашей эстрады, как не к единственному нежному. И не важно, что эта песня принадлежит другой заклятой подружке короля Любови Успенской. С ней пока что Филипп Киркоров не помирился. Но, кажется, и это не за горами. Сегодня здесь Люба Успенская. Может, с ней в караоке поехали? Прекрасная идея, прекрасная идея, прекрасная, чего вы нет? Филипп Бедросович, ну, конечно, это прекрасная идея. Вот и Лариса Долина с Ириной Дубцовой тоже так считают. Они, правда, пока не ссорились, но вот песни друг друга перепели. Правда, пока только в караоке. Мы все в мурашках от такого исполнения, Лариса Александровна. Ждём полную версию на всех цифровых площадках. Ну, а мы пока решили узнать, что же чаще всего поют наши селебы в караоке. И как вообще относятся к тому, когда поют их песни? Любочка Успенская. А свои песни? Киркоров. Свои? Ну, я так, подпеваю. Потому что подруги иногда выбирают мои песни, но мне приходится при певах помогать. Так, не одна. Ну, птичка. Ага. Я люблю петь свои песни. А какая ваша песня? Ну, наверное, та песня, которая ещё не спела. А сегодня я готовлю новый хит. Вчера записывала. Сейчас пошла в обработку. Сводить и всё. Надеюсь, что эта песня перебьёт к единственному. Потому что ну, хватит уже, да, или по колюшку. Надеюсь, что перебьёт. Ой, ну, Сусопа в Лиашвили, конечно, там можно. Небо на ладони. Обязательно помолимся за родителей. Любовь Успенская. Мне кажется, это самые такие топовые артисты в караоке. Если вы думаете, что в караоке ходят только для того, чтобы попеть, то вы ошибаетесь. Там вообще-то можно свою судьбу встретить. Ну, вот мы с подругами сидели там, пели. И я встретила там Серёжку Альварского. Ну, я, в принципе, в этот же день Мурцева встретила. Он просуществовал на неделе три. Он только открылся, закрылся в гостинице Пекин. Потом меня вот с этим гостиницей Пекин, вот этой караоке, ещё свело. Я ездила туда, ну, и к Игорю Николаеву, и к Ашипутинскому Мише, когда снимал с него в клипе. Ваша карьера началась в гостинице. Ну, да. Вот так иногда бывает. Зашёл в караоке обычным человеком, а вышел звездой эстрады. Ну, а с вами была я, Севинч Гасанова. До новых встреч. Пока-пока. Жара. Ньюс.